Друзья, всем привет! С вами Саша Генн, и Гоша Грибс, проект Первая Варка, пивоварни Биар Брю. Я знаю, что если вы заглянули на наш канал и видите этот ролик, то наверняка ждете, что мы вам сейчас что-то расскажем о Сальденс, и мы обязательно так и сделаем. Но перед началом ролика хотим рассказать об одной приятной новости. Нам пришли вот такие таблички. Подайте, пожалуйста. Вот такие пивные таблички студии Art Decor. Мы решили с Александром одну из таких табличек разыграть в нашей группе ВКонтакте, и розыгрыш состоится на днях, поэтому когда вы видите этот ролик, она уже скорее всего будет ехать. А можно вторую. Одна из них будет ехать к победителю, а другая будет украшать наш интерьер, и вы ее сможете видеть во всех наших дальнейших роликах. И надеюсь, со временем таких табличек у нас стоит больше, и мы потом как-то возьмем более общую вот эту стену, и у нас будет очень красивое панно. Вот такие дела. Те, кто захочет заказать подобные таблички на свой вкус и цвет, либо из готового каталога, могут перейти по ссылке в описании и посмотреть. Ну а от табличек переходим к пиву. Что я могу про него сказать? Во-первых, это рис. Во-вторых, это рис полгода выдерживался в бочках из-под односолонного шотландского виски. Может быть, не все в курсе? Расскажи вообще, что такое рис? Русский имперский стаут. Вообще плотное, черное, хорошее такое прям. Должно быть. Ну да. Это бы не тряс так. Почему? Нормально. Это же рис. Много газа нет. Много пены тоже. Ну, что хотелось бы сказать про это. Наконец-то кто-то догадался донести до господина Сальникова, что неплохо было бы сделать это все в черной гамме, потому что так достаточно стильно это выглядит. Вообще пятерка за внешний вид бутылки прям от души. От себя хочу добавить, что я бы прям вот, если бы Саша вчера не привез это пиво, то я бы все равно его купил и попробовал, потому что это очень оригинально для пивоварни Сальденс сделать что-то не в белой, а в черной этикетке. Что можно сказать? Внешний вид достойный. Ну, коричневый вам дает, ну и чертся. Ну, рис, он вполне может быть таким цветом. Ну, сейчас вот буквально сколько, 3 секунды постояло, а в начале, когда я полюхал, прям спирт выходил. Сейчас уже как-то поспокойнее. Копоть и немножко, мне кажется. Копоть сильно, не то что немножко, прям копоть сильная, подкопченность такая. Ну, пахнет искорем, пахнет, причем очень сильно. Сладенький вот. Прям искорей, искорей. Ну, для запаха, для этого стиля очень неплохо все. Нет, круто-круто, запах отличный. Я прям боюсь. Угадываются, виски, в основном случае, тут угадываются. Прям вот. Ну, не бомбический запах. То ли у меня сейчас, я не знаю. Не, не. Сходит быстро. Не сказал, что он сходит. Запах основательный, несмотря на то, что некоторые говорят, что сходит. Нет, он вот. Он скорее не сходит, скорее растворяется и. Ну, это куда-то все разбегаются. Разбегается, вылезает шоколадка. На первую, на авансцену выходят, так сказать, солировать. Угу. Вот. Да, пробовали уже. Вообще вкусно. Чем ты напомнил даже отдаленно борис? Кассы. Ну, отдаленно, конечно, там рядом надсежем. Другое пьет. Ну, во вкусе шоколадка, во вкусе спирт прям. Реально. Тут блюдо по бокам языка прям. Угу. Да, поджигает чуть-чуть. Да, не то, что чуть-чуть, прям поджигает очень сильно. Там, прям такой, ух. А, что ты хочешь, десять с половиной, десять с половиной, да. Ну, очень приятный напиток, на самом деле, прям. Как нам в последнее время не очень сильно везло с Сальденсами, то у нас в каких-то слепых обзорах он занимал. Это в последних мест, насколько я помню. То что-то дешевое. А это прям тупим, который достойный. Ну, может быть, немножко водянистая, так, в консистенции. Да. Хотелось бы, чтобы оно немножко более вязкое, плотнее было. Да. Ну и, да, кофе прям, вот сейчас он выходит прям за шоколадкой. Она свое так дала. И... А вот закусочками. И вот здесь уже и кофе. То есть, если кто-то любит в кофе наливать виски или виски насыпать в кофе. Бывают такие люди. Я могу пью мороженое добавить, но... Ну, я не знаю, немножко торфика, наверное, все-таки присутствует. Ну, и прям вот у меня сейчас язык реально свело от алкоголя. Ну, для этого стиля это не минус. Если мы иногда пьем... У меня такого с рисами не было. Не бывало такое такое. То есть, когда берешь, ты когда виски пьешь, и решил его вдруг покатать по нему, чтобы разобрать, что же там решали. Или, наоборот, не намешали. И когда ты его проглатываешь, у тебя во рту вот остается именно язык. То ли он немножко немеет, то ли вот там вот как-то вот это вот сводит. Ну, не сводит. Ну, наверное, все-таки немеет больше. И алкоголь действительно забивает. И вот на языке такая тяжесть алкогольная остается. Расходится немножко сейчас запах с вкусом, потому что аромат все-таки доминирует копченый. А копоти во вкусе нет. А вкус такой сладкий, шоколадный. Ну, поначалу, да, вкусом рекламы, сейчас кофейный. Прям кофейный или кофейный со спиртом. Ну, мне кажется, это такой напиток, его много, во-первых, не выпьешь. Его вот стоит, может быть, взять бутылочку, имеет смысл. Хорошо, мне кажется, его пить даже не дома, а где-то вот в каком-нибудь заведении, когда ты сел на вечер, под беседу какую-то шашлычку. С шашлычком? Нет, я под шашлычком. Ну, я под шашлычком другое пиво вообще вижу. Мне вот это, может быть, даже со сладостями какими-то. Фрукты хотел бы я видеть. Ну, или там вся компания, там, типа, вот сидят, пьют вискарь, а ты такой дофига умный, ты говоришь, а я вот буду пить рис с виски и получите-ка. Неплохо, ребята. Кто не пробовал, еще очень рекомендую. Четверка в тапке прям однозначно. Я ему 4,25 даже поставлю. Ну, видишь, вот горши у нас сегодня более щедрые. При этом четверка, это очень положительная оценка. Ну, не, неплохо, неплохо. Потому что хорошо, что появляются, но они давно появляются и продолжают появляться в России сорта, которые достаточно серьезно составляют конкуренцию и наземным, как крафтам, и вообще наземным его вареньям. Ну, пожалуй, все, что мы можем сказать об этом пиве. Пробуйте, сравнивайте свои ощущения с нашими. Делитесь в комментариях под видео или в группах ВКонтакте, в Фейсбуке. Вашим мнением об этом пиве в Инстаграме тоже мы есть. Будет какая-то ссылка на это видео, видимо, и можете свое мнение высказать. А с вами были Саша Генн и Гоша Грибс. Проект Первый Варк, пиварни Гарбрю. Всем пока. Пейте вкусные меры. Всем пока.